Ребят, привет всем огромный, дорогие мои зрители! Первый свой обзор на сегодняшний день буду делать на видео Эдика Адамяна. Ребят, заглянула я в Ставропольский край, все-таки у Гульнас дела со здоровьем очень плохо. И если бы были открыты комментарии, то, конечно, наверное, подсказали Адамянам, и они бы кинулись немножко раньше, потому что, я вам признаюсь, я вот так наблюдаю за ней, я согласна со зрителями, которые пишут, что у нее ситуация с речью ухудшается. Это действительно так, вот даже прослушала там пару минут, она какой-то рецепт показывала, я не любитель этих рецептов, но я просто остановилась послушать ее речь. И вот человек не может произнести уже связанное предложение. Вот она хотела выразить мысль, но сказала несколько слов, дальше должна быть следующая фраза, чтобы был какой-то, да, прозвучал связанный рассказ, она запнулась и больше ничего не сказала. Я понимаю, что человеку просто трудно говорить, есть огромная проблема, но никто на это как-то не обращал внимания. Сейчас слушаю, падичка говорит, вот нам писали, посоветовали. Эти фразы у него звучат всегда. А где это вам писали и советовали? Где писали, когда комменты закрыты? Единственная возможность остается, насколько я понимаю, это в трансляции, в прямом чате. Возможно, да. Или, может быть, я вот не верю в эту версию свою, высказываю мнение, что где-то там им писали и они читали. Вот не верю абсолютно. Может быть, все-таки Ира, сестра, донесла до него, потому что они очень часто разговаривают по телефону. Самвел, слышу часто в своих видео, видео говорит о том, какие проблемы у Гульнас. Да, там даже троллил ее с арбузом, но эта проблема поднимается очень часто. Может быть, мамка звонила и говорила тоже, и они обратили на это внимание. А то газ, квас, кирогаз, гулянки, катамараны, бухалово и сборище с этими армянами, сборище. До здоровья дела никакого нет. Ну вот, наконец-то, обратили внимание, он привез ее в поликлинику. Уделил доктор особое внимание человеку, назначил хоть какое-то лечение. Я слышу и про таблетки, и про уколы. Был совет дан такой, чтобы отвезти в стационар по скорой помощи. Ну а вдруг кому-то скорая помощь понадобится? У нас же своя машина есть. Ты долго вообще не понимаешь, что если в стационар, кто подсказал такую версию, это очень правильный совет, на мой взгляд. Потому что в стационаре это практика. Работают врачи, практикующие. Когда очень серьезные есть проблемы у людей, когда их вот здесь и сейчас быстрее спасают. Поликлиника, это все фигня. Сидят эти врачи, зевающие, попивающие чай. Мы это проходили, мы это знаем, девочки. Ну, не секрет для любой из нас, да. И что они там знают? Футболят только из кабинета в кабинет. Иди! Как врач сказал о гульке? Все пройдет, со временем все пройдет. Иди себе. А оно только ухудшается. И этот совет был очень верный. Нужно было взять, вызвать скорую помощь. И по скорой помощи пожаловаться, расплакаться. Отвезли бы ее в стационар. И вот бы тогда уже опытные, практикующие врачи, что-то бы дельное придумали и как-то бы лечили. Ну, нет. Жогульку жалко. Нафиг она нужна? Главное, поедичка про когось подумав. Может, кому-то надо скорая помощь больше, чем нам. Ты про себя подумай. Про жену свою подумай. Бестолочь. Ребят, это их дела. С замком проблемы. Нервов не хватает никаких. Так ты все время психуешь. Пойдя, ты только то и делаешь, что психуешь. Потому что ты псих-таблетка. Ты неуравновешенный, нервноприпадушный. Поломался замок. Я, кстати, про этот замок думала еще тогда, когда он его вставлял. Старый. Чего новый не купить? Я искал, 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 искал. Не нашел нового. Сейчас выясняется, слышу. Он говорит, где же ты искал? А в Суворовке, ребята. В село. В селе искал. А в селе там, где ты искал этот замок? Конечно, ты ничего не найдешь. Не, ребят, это жлобство. Это патологическая жадность человека. Он его там крутил, ремонтировал. Я помню, в прошлый раз этот замок запихорезил в дверь. Ну, прослужил он ему пару месяцев. Ну, и все. Где-то какой-то ограничитель выскочил, где-то что-то сломалось, пружина лопнула, всякая фигня. Вот вам и результат. Купил новый замок, немножечко больше по размерам. Я то, что слышу, я заикаться начинаю, просто слушая вот этого недоразвитого. Вы слышите, что он говорит? Язычок чуть-чуть шире, надо будет его пилить. Или распиливать, он говорит, отверстие, куда входит язычок от замка. Я вот сижу, слушаю и думаю, у него проблемы с головой. Может, надо лечить не гульку, а пэдю? Пэдя, а планочку, соответствующую этому замку, вот с дырочкой правильной, проблема у тебя купить было? Каждому замку, который продается в магазине. Есть пара, планочка металлическая. Ребят, я что-то не то говорю. Где это отверстие вырезано под стандартный язычок? Язычок и эта дырка, они соответствуют друг другу. Сколько это стоит, ребят? Вы представляете, не купить эту планку, он будет, каким образом это? Вот кто мне может объяснить? Он будет металлический язычок спиливать? Или же старую дырку распиливать под этот чуть-чуть больше по размеру язычок? Вы вообще представляете степень дебилизма, которая зашкаливает у этого недоумка? Я в шоке. Я просто тупо сижу, смотрю на него и не верю своим глазам. Есты хочу, хочу есты с утра. Не жрамши, как говорится, да, не жрамши. Ой, это уже будет или обед, или ужин. Детям позвонили, чтобы почистили картошечку. Мы приедем, отварим селёдку, купим и поужинаем. Опять картошка? Ребят, я только сейчас начинаю вслушиваться и задумываться. Ну, серьёзно. Что они едят и что эта гулька готовит? Так она не готовит. Она не готовит вообще. Если ты завтра собиралась ехать в поликлинику, вы знаете, что вам за блоками надо ехать, продолжать ремонт делать, какие-то дела. Ты сегодня могла что-то на завтра приготовить, пожрать? Нет, нифига, палец о палец не ударила. Опять картошка варёная? Ребят, каждый день картошка. Не доедят, на следующий день будет вчерашняя картошка. Подогреют и опять пойдя буду ездить. Так я теперь понимаю, почему он всё время скопчить я к собачиня супчику хочет. Да потому что она не готовит ни хера, держит его только на варёной картошке какой-то. И сама чай с тестом жрёт и пьёт, жрёт и пьёт. Опять этих булок, вот такой толщины теста, накупила. Вот это еда. Гулька суп свари, борща навари. Жаркое хоть какое-то сделай. Котлетку слепи, ядрическо ссыло. Я ж не говорю какие-то там заморачиваться блюда. Сейчас лето на дворе, салата можно настрогать. Но мужик кушает мясное, надо или нет? Ему вредно мясо, вы напишите. Я знаю, ребят, но съесть одну котлетку с пюрехой, допустим, да, тарелку борща, вот бы наелся как. Мне всё время скрыгло, есть хочется, приехали домой. Вот что в таком случае делает хозяйка, когда муж голодный, когда вы где-то там ездили, занимались, были какие-то у вас задачи, вопросы решались, и он всё время говорит, есть хочу. Быстрее приезжаешь домой, руки только помыла, и быстрее что-то, да, на стол накрыть, накормить семью. Ну, у меня такие понятия. Воно, усилуйся, давай дальше видео снимать. Перебирать стаканчики, о которых сейчас поговорю. Рассказывать про эти булки, какую селёдку они в светофоре купили. Ты нормальная вообще? Да готовь жрать, давай на стол накрывай. Он ныл ещё три часа назад, что есть хочет. Эдик говорит время, четыре часа дня на часах. Нормально? Четыре часа дня мужик не жрал. Я в шоке. Как такое вообще может быть? Так я теперь понимаю, чего она шерша, чем довша. Так она похеристка, пофигистка, уистка и всё остальное. Як баба Таня. Да ей пофиг вообще, чего вы там едите, голодная вы, не голодная. Як ута муха сонна, спыть до часу дня, потом картошки звары, всё справилась. Ну, шепедечку на огороде постоять, вот так поснимаем. Это всё, насколько я понимаю, чем она занимается. А, пардоньте, вспомнила, девочки. Воду круты в бутли. Круты в воду до умопомрачения в бутли. Вот это всё её предназначение. Это всё, что она может сделать. Опять в светофоре. Какого фига вы делаете в этих магазинах? Я за свою жизнь ни разу не была в этих забегалов. Чё там ловить вообще? Один химоз, что касается продукта, и самое дешёвое говнецо промтовары. Какого вы туда ходите? В эти светофоры, копеечки, магнитики, херетики. Что вы там вообще можете покупать? А нет, ребята, стакан. Стаканы, кружки, в общем. Из самого страшного дешёвого стекла стакан гранёный с ручкой. Вопрос. Сколько ты будешь их покупать? Ребят, сколько вот Адамянов смотрю с тех пор, как у них канал появился. одно тарелочки, кастрюльки, стаканы, кружки, кружки, стаканы, кастрюли, пиалочки, розеточки. Ты сколько этого барахла уже купила? Тебе зачем? Я не могу понять. Девчонки, вот правда, честно вам говорю. У неё в доме чашек нет для чая? Куда они подевались, эти чашки? Зачем ещё раз купить шесть чашек отвратительных? Я бы поняла, если бы она что-то красивое, ну вот для души, знаете, увидела, влюбилась, боже, какая красота неземная, не могу мимо пройти, да? Куплю просто себя порадовать. Я здесь руками и ногами за. Но такое я доробала покупать. Зачем они тебе нужны? Вот с какой целью ты это делаешь? Лишь бы что-нибудь купить? Ну ещё есть один оправдательный момент. Шоп-було, у нас так в Украине говорят. Куплю шоп-було. Неужели чашек у тебя нет? Нет, ребят, я никогда не пойму. А потом, а потом пишут мне в комментариях. Пэдечки есть дети, он думает про них на будущее, он экономит денюжки. Ты такая умная рассуждать. А у них ещё двое детей на ноги ставить, образование им давать. Ребята, они на говно столько денег выбрасывают по мелочам. На ненужные вещи абсолютно. Сколько дерьма скупается мелочёвочки, которая вообще незаметна в доме. Вот пример яркий. Вот эти кружки из стекла. Я в шоке. В жизни так никогда не делаю. Напишите своё мнение в комментах. Вы тоже так? Вот любой выход из дома, значит, обязательно в светофор говно какое-то купить. Туда 5 рублей, туда 20, туда 130, туда 50. Приезжаешь домой, о-о-о, а сумма потрачена. Так у неё каждый выезд у этой гульки из дома постоянно какие-то химозные эти тортики. А сколько теста покупается? Это нафига, скажите мне. Ты зачем сколько теста покупаешь, жрёшь? Зачем? Тебе вредно его есть. Эдику вредно его есть. То есть девчонкам желудки забивать. Да накупи. Или, допустим, этой сладкой воды химозной, самой дешёвой, ребята. Компотов сколько у тебя этих натуральных. Ты нафига это всё покупаешь? Ну, девочки, своего розума им не вставишь. Комменты закрытые. Зрители никак не могут повлиять на этих долбоящиков. Понимаете? Пусть жрут, пьют. Хотела сказать на здоровье. Да и здоровья нету ни у кого. Остаётся только пожалеть. Но от нас жалости пусть не ждут. До следующих обзоров. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...